Всем привет! Дорогие девочки, сегодня в этом видео речь пойдет про вас, поэтому обязательно досматривайте этот ролик до конца. Я знаю, что большинству из вас нравятся мальчики, которые умеют делать трюки на самокатах, скейтбордах, велосипедах, которые хамят взрослым, чтобы подчеркнуть свою крутость, иногда ведут себя эгоистично, но я считаю, что это все не то. И в пример хотел бы я вам прочитать отрывок из сказки Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях, как королевич Елисей искал свою невесту. Возможно, после этого видео вы извлечете для себя что-то новое. И, возможно, после просмотра этого ролика вы измените свой взгляд на мальчишек. За невестую своей королевич Елисей между тем по свету скачет. Нет, как нет, он горько плачет. И кого не спросит он, всем вопрос его мудрен. Кто в глаза ему смеется, кто скорее отвернется? К красну солнцу, наконец, обратился молодец. Свет наш солнышко. Ты ходишь круглый год по небу, Сводишь зиму с теплой весной, Всех нас видишь под собой. Аля, откажешь мне в ответе, Не видала ли где на свете Ты царевны молодой? Я жених ей. Свет ты мой, Красно солнце отвечала, Я царевны не видала, Знать ее в живых уж нет. Разве месяц мой сосед Где-нибудь ее довстретил Или след ее заметил? В темной ночке Елисей Дождался в тоске своей. Только месяц показался, Он за ним с мольбой погнался. Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченный рожок, Ты встаешь во тьме глубокой, Круглолицей светлоокий, И обычай твой любя Звезды смотрят на тебя. Аля, откажешь мне в ответе, Не видала ли где на свете Ты царевны молодой? Я жених ей. Братец мой, Отвечает месяц ясный, Не видала ли я девы красной? Настороже я стою, Только в очередь мою. Без меня царевна видно, Пробежала, как обидно, Королевич отвечал, Ясный месяц продолжал. Погоди, об ней, быть может, Ветер знает, он поможет. Ты к нему теперь вступай, Не печалься же, прощай. Елисей, не унывая, К ветру кинулся, взывая, Ветер, ветер, ты могуч, Ты гоняешь в стаи туч, Ты волнуешься в синем море, Всюду веешь на просторе. Не боишься никого, Кроме Бога одного? Аль, откажешь мне в ответе? Не видал нигде на свете Ты царевны молодой, Я жених ее. Постой, Отвечает ветер буйный, Там, за речкой тихоструйной, Есть высокая гора, В ней глубокая нора. В той норе, Во тьме печальной, Гроб качается хрустальный, На цепях между столбов. Не видать ничьих следов, В круг того пустого места, В том гробу твоя невеста. Ветер дали побежал, Королевич зарыдал, И пошел к пустому месту, На прекрасную невесту, Посмотреть еще хоть раз. Вот идет, И поднялась, Перед ним гора крутая, Вкруг нее страна пустая, Под горою темный вход, Он туда скорее идет. Перед ним во мгле печальный, Гроб качается хрустальный, И в хрустальном гробе том, Спит царевна вечным сном. И о гроб невесты милой, Он ударился всей силой, Гроб разбился, Сева вдруг ожила, Глядит вокруг, Безумленными глазами, И, качаясь над цепями, Привздохнув, произнесла, Как же долго я спала! И встает она из гроба, Ах, и зарыдали оба. В руки он ее берет, И на свет из тьмы несет, И беседуя приятно, В путь пускаются обратно, И трубит уже молва, Дочка царская жива! Вот так королевич Елисей Искал свою прекрасную невесту. Девочки, внимательно слушайтесь В этот отрывок. Он несет, помимо обычной сказки, Очень глубокий смысл. Думаю, что не нужно вестись на таких мальчиков, Которые только строят из себя крутых. Намного важнее люди, Которые понимают вас И излучают добро. Посмотрите внимательно. Может быть, вокруг вас Есть люди, с которыми вы не общаетесь, Но они Благородные, смелые И главное, добры, Так же, как королевич Елисей. Если вам понравилось это видео, То вы, конечно же, знаете, что делать. И, конечно, читайте, дорогие друзья. Читайте и развивайтесь. Продолжение следует...